Все те, кто работает статистическими стопами, систематически зарабатывают больше денег. Это математика. Для чего нужен биткоин? За что меня в индустрии уважают? Я людям рассказываю, как есть. Такое количество минусов, которые есть в этой индустрии, нет ни в одной. И в то же время этот бизнес очень притягивает. Когда мне задают вопрос, почему я имею право преподавать? Ты сегодня пойдешь, там окно разобьешь, головой разобьешь, компьютер или еще что-то. Люди думают, что это шуточки, а в Америке просто элементарно тебя заберут за 2 секунды лицензию. Ну откроешься, ну на 300 долларов дай отбиться. Что такое идеальный трейдер? Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Александр Михайлович Герчик. Я думаю, представлять его не нужно. Это, по сути, один из главных таких трейдеров нашей современности. Мы много знаем... В моих масштабах. Мы много знаем об Александре Михайловиче. Знаем и историю, как он пришел. Это было, в общем-то... Начало было с такси. Да. Ну и, конечно, сейчас попросим Александра Михайловича, ну очень коротко хотя бы рассказать все-таки чуть-чуть поподробнее, как все это начиналось. И вот эта вот любовь, наверное, к трейдингу, в какой-то момент она пришла? Она наверняка не сразу там, да, приходила? Ну, любовь с первого взгляда, наверное, я думаю, что она может быть к чему-то, да. Она, в первую очередь, 99% офистана может быть к женщине. Все остальное, скорее всего, это что-то приходящее. Ну, невозможно полюбить, то, скорее всего, чего не понимаешь. Особенно, когда у тебя не получается. Когда я пришел в трейдинг, все, что я видел, скорее всего, это была больше возможность в той ситуации быть на кого-то похожим. Потому что, когда у меня первый раз я пришел в фирму, я услышал, там все выкрикивали, у нас такой трейдер был, Киса Спиноза, по тем временам очень крутой трейдер, Колумбийский университет, 4.0 GPA, ну то есть круглый отличник. И он там выкрикивает, что-то все орут, я захожу, все кричат, как в кино, я задаю вопрос, что он там накричал? Ну, мне говорят, там, 10 тысяч долларов заработал. Ну, после такси, где я зарабатывал там 250 долларов, 300 долларов в хороший день, я как бы понимаю, что даже если я в 10 раз хуже этого молодого человека, может, когда-нибудь я буду зарабатывать тысячу долларов в день. Знаете, как это, мечта Рокфеллера, прожить до 100 лет и заработать, я не помню, сколько было, 100 миллионов, да, прожил до 99 и заработал 100 миллиардов. Ну, и все мечты сбываются. И когда я понял, в принципе, что тут зарабатываются деньги, естественно, это начинается первое, скорее всего, это даже уже не любовь, а симпатия. Потому что тебе симпатизирует подход, но ты еще очень осторожен к подходу, к этому, да, ты очень осторожно относишься к тому, что у тебя может не получиться. Потому что чем хорош и чем плох трейдинг? Хорош трейдинг тем, что это самый честный бизнес, который существует, если ты честен сам с собой. То есть, если ты действительно честен с тем, что ты делаешь, то есть, выставляешь стопы, ставишь прописанные риски, выставляешь свои тейки, и ты сам себя не обманываешь. Ну, это, в принципе, во всем. Знаете, часто мужчинам говорят, отогните от зеркала и перестаньте себе льстить. И если ты, в принципе, честен с собой, то, что я всегда говорю, что самое тяжелое, то у тебя есть все шансы. И у тебя появляется первая симпатия. Любовь появляется тогда, когда тебе начинают платить взаимностью. То есть, когда ты начинаешь зарабатывать какие-то деньги. Когда ты начинаешь зарабатывать какие-то деньги, вот в этот момент ты начинаешь понимать, что это взаимная любовь. И любовь, она на самом деле обычно появляется взаимностью. Потому что, когда говорят, там один любит, другой позволяет, и люди начинают говорить, что нашей любви, моей любви хватит на нас двоих. Это неправда. Ну, такого не бывает. То есть, в какой-то момент, когда индустрия или там то, что ты делаешь, перестает тебе платить взаимностью, у тебя наступает просто катастрофа. То есть, что в трейдинге самое тяжелое, это первое время, когда ты очень тяжело работаешь, ты работаешь очень много, и ты за это ничего не получаешь. Вот, я иногда своим студентам говорю, что самое тяжелое вам будет объяснить своим близким. Когда вы каждый день приходите на работу, работаете с утра до вечера, работа тяжелая, у нас есть ребята, кто приходят в 8 утра, работают до 11 вечера, и вы за это ничего не платите. Так вы не просто не платите, вы еще тратите деньги, которые там семья сохранила, или то, что вы где-то в другом месте заработали. Иногда бывает. Не, иногда бывает. А в 95% случаях человек заходит в бизнес, что плохого в трейдинге? Это бизнес изначально с отрицательным математическим ожиданием. Изначально. Ты изначально знаешь, что у тебя шансов потерять 95%, 99%, а шансы заработать, ты попадаешь в этот 1, 2, 3%. Но тут мы не будем говорить, может, потом поговорим о психологической составляющей, потому что она очень важна. Но люди не понимают, что такое количество минусов, за что меня в индустрии уважают? Я людям рассказываю, как есть. Такое количество минусов, которые есть в этой индустрии, нет ни в одной. И в то же время этот бизнес очень притягивает, потому что люди думают, что они очень сильны, что они справятся. Буквально недавно мы пришли к тому, что есть еще у многих трейдеров так называемый синдром отличника. Синдром отличника – это человек, у которого все в жизни получалось, который красивый, умный, хороший, его любили родители, он отлично учился в школе, там золотая медаль института, вернее, золотая медаль школы, потом красный диплом института и все остальное. И человек начинает жить практически всю жизнь на расслабоне, потому что у него до этого получалось. Очень часто приходят люди, которые говорят, у меня золотая медаль, реально красный диплом, это наимнейшие люди. А трейдингу абсолютно безразлично, ты умный, ты глупый. В трейдинге самое главное выигрывает тот человек, который исполнительный. В трейдинге абсолютно безразлично, что ты умеешь, как ты умеешь, а самое главное, что у тебя было. Трейдинг имеет только настоящее и будущее. И вот это, естественно, основная проблема, которая убивает. Поэтому любовь с первого взгляда это назвать невозможно было, потому что ты не знаешь, во что ты влюбляешься. Я не могу сказать, что я супер рациональный человек, да, то есть может я и позволил бы себе влюбиться по оболочке. Оболочка, да, была очень привлекательная, да, но, к сожалению, я очень логичный человек, и тут мне моя логика очень помогла, потому что я понял одну вещь, что я иду бороться с ребятами, которые на 10 голов умнее и выше меня. Я тогда не знал, что трейдинг это именно задача исключительно механическая, то есть надо нажимать на кнопку для того, чтобы получить какую-то сделку. Тогда для меня было, что это что-то запредельное, этим могут заниматься боги. И в 2006 году я сам себе доказал, что можно взять тучку людей и научить их трейдингу. Да, я в Туле открыл проект, да, когда мне задают вопрос, почему я имею право преподавать. Я в Туле открыл проект, через меня прошло 700 человек, я провел 700 персональных интервью, я отобрал первую группу в 70 человек, и эти люди торговали. И у нас были моменты, когда людей, которые зарабатывали, было 80% в офисе. То есть если эти люди зажаты риск-менеджментом, если эти люди психологически более-менее стабильные, а была отобрана группа, там 1 человек на 10, ну то есть 10 человек на место было, то действительно эти люди могут зарабатывать. Но это я уже понял после того, когда у нас с трейдингом возникла взаимная любовь. Ну вот самая большая проблема, когда, например, объясняешь людям, что самая главная и самая большая проблема, это как раз вот психология, справиться с самим собой. А ты знаешь почему? Ну потому что с самим собой, мне кажется, самое трудное справиться. Потому что люди не могут верить другим, потому что они не верят себе. Вот в чем основная проблема. Либо человек очень верит себе, что его убивают, либо человек не верит никому, потому что он не доверяет себе. Вот это основная проблема. Человек должен верить в систему. Вот это самое главное. Это то, по сути дела, что двигает человек. Это человек, который верит в своего тренера, как в себя, больше. То есть если пришел тренер, да, есть великолепная книжка, надеюсь, зрители почитают ее. Она везде продана, там сейчас вышло уже третье издание, она называется «Победа любой ценой» или «Выигрывать уродливо». Веннинг Агла написал эту книгу Брэд Гилберт. Брэд Гилберт – это бывший тренер Агасси. Это человек, который никогда не был первой ракеткой мира, но выиграл у всех первых ракеток мира. То есть это человек, который называют номер один психологический игрок в мире. И эта книга, если посмотреть, ее применить на трейдинг, то там огромное количество примеров, которые действительно можно наложить. Это пример, который конкретно можно наложить именно на трейдинг. Так вот там ты выходишь на корт, до того, как ты вышел на корт, ты уже выиграл или проиграл. В трейдинге то же самое. Почему? Потому что все люди начинают думать, что трейдинг – это творчество. Да, можно где угодно зайти и заработать. Главное нажать кнопку. Нет, творчество. Творчество – это значит, что вот я художник, я творю. В принципе, я, когда уже состоялся как трейдер, я стал читать книги, а не наоборот. Прошу прощения, примерно через какой период это произошло с момента, как ты познакомился с самим трейдингом, когда вот уже начал там… Когда начал книги читать или деньги зарабатывать? Когда зарабатывать? Четыре месяца. Четыре месяца с момента именно… Да, первый я пришел в ноябре 98-го года, четыре месяца я потерял 400 долларов, но меня оставили в фирме, потому что я заплатил очень много комиссионных. 99-й год я закончил 195 тысяч долларов с нуля. Это первый год был, который я закончил, опять же, все есть налоговые декларации. И 2000-й год я закончил 2 миллиона с нуля. То есть всегда оставался какой-то депозит, и это были деньги, которые я первое заработал. А что вот было самое трудное, вот период становления, когда вот уже вроде как и деньги пошли, и все вот дальше. Вот какие, с какими трудностями столкнулся, потому что большинство сейчас людей, но сейчас и понятно, хайп этот с криптовалютой и так далее. В 2017-й год все, где они заходили, они зарабатывали. Сейчас рынок стал таким, каким он должен быть, по сути, жестким, манипулятивным. Но он даже хуже, чем жесткий, он стоит на месте. Да, но вот какие трудности были вот в этот период, когда уже вроде бы как деньги пошли, и вроде бы трейдинг… Предельно просто. Это системный заработок или это случайно? Все. В 2000-м году я понял, что это заработок системный. В 1999-м я думал, что это еще случайно. И первую свою машину я купил только в 2000-м году, когда у меня был очень большой день, больше 100 тысяч долларов. Только тогда я пошел и купил другую машину, потому что я все время боялся, что это не системность, а это случайность. Что я просто попал в хорошую фазу рынка или что-то еще. А когда я делал изо дня в день одно и то же, да, вот даже когда меня снимали в Wall Street Warriors, там пока спрашиваешь все бумаги, да, это не Россия, ты вышел и рассказал все, что ты хочешь. Там тебе могут просто взять тебя за жопу, будем говорить так, там все это очень жестко. Тем более у меня люди, вот иногда, которые в интернете пишут какую-то байду, они не понимают одну вещь, что у меня есть американские лицензии. И даже когда я работал в фирме и читал семинар, я комплайенс должен был отдать бумаги на семинар, который я проводил. То есть люди думают, что это шуточки, а в Америке просто элементарно тебе заберут за 2 секунды лицензию. Элементарно. И для меня самая главная задача была тогда, да, когда я там пришел в Wall Street Warriors, я прихожу, они говорят, ну, пригласили они сами, а чем по-простому, как бы, ты знаменит? Я говорю, ну, я дейтрейдер хороший. Что значит хороший дейтрейдер? Я говорю, у меня за 4 года 9 убыточных дней. Они говорят, не может быть. Я говорю, ну, вот цифры. То есть у нас есть, был свой портал в фирме, ты заходил и там все было. Количество положительных денег. Да, и мы знали о статистике еще в 2000 году, когда люди не знали, что такое статистика, потому что мой хозяин, он был выходец вообще не из трейдинговой индустрии. Он сказал, все, что я могу контролировать, это твои цифры. Больше ничего. Тебя я не могу контролировать. Ты сегодня пойдешь, там окно разобьешь, головой разобьешь, компьютер или еще что-то. А цифры я твои могу, я тебе поставил риск-менеджмент. То есть я был выходец, что меня спасло, скорее всего, то, что они спасают большое количество людей. Они остаются сами по себе с собой наедине, что выдержать практически невозможно. Вот моя любимая сказка, это маленький принц, когда маленький принц говорит, что судит себя, это самое тяжелое. И у нас, насколько мне было легко, я очень благодарен своему первому хозяину, хотя он, в принципе, и очень нехорошо со мной поступил. С мне не додали огромную сумму денег, но он мне объяснил одну вещь. Чтобы не бороться с психологическим фактором, нужно его убрать. Как его убрать? Надо поставить систему, которая тебя полностью контролирует. У нас в фирме был риск-менеджмент, который нас полностью тотально контролировал, и мы никаких проблем с этим не имели. То есть я не должен был переживать. Если меня выкидывало по стопу, я ничего сделать не мог. У нас был Алгвыда, это был риск-менеджмент, который был бывший морской пехотинец, вот такой, с такими кувалтами, с такими наколками со всеми. И мы к нему прибегали, там откроют, ну все трейдеры не наркоманы, ну откроют, ну на 300 долларов дай отбиться. Ну и тогда все время была поговорка такая, папа бил не за то, что в карты играл, а за то, что отбил, отыгрывался. Он мне приходил и говорил, я не трейдер, я ничего не понимаю, я работаю с цифрами. Вот мне хозяин, болтер наш, сказал, вот здесь все, я не знаю, здесь копай, а здесь не копай. Самая большая проблема, это как раз соблюдение того же риск-менеджмента и, самое главное, стопов. Люди не понимают, но они считают, что стоп, когда выбивают по стопу, это все, это кошмар, караул. Я пытаюсь объяснить, что, допустим, можно получить три стопа, четыре стопа, но если ты соблюдаешь те же 1 к 3, 1 к 5, 1 к 10, у тебя выносят мат ожидания положительные получается. Расскажу две истории. История первая. Пэри Кауфману, которого я брал интервью, сказал эту фразу, все те, кто работают с статистическими стопами, систематически зарабатывают больше денег. Это математика. Ты можешь переть против нее, можешь не переть. То есть, человек, который системно выставляет стопы, пускай 5 к 1 постоянно, он на дистанции всегда заработает больше денег, чем те, кто не систем. А второе, расскажу тебе очень интересную историю. Она произошла буквально 2 месяца назад. И люди, наверное, которые ее услышат, они будут смеяться. У меня есть муж с женой, который у меня учится. Оба. Торгуют вроде одной и той же, но абсолютно по-разному. Значит, девушка-трейдер, Рената ее зовут, присылает мне свои сделки убыточные. И я смотрю, она все время обращает внимание на убыточные сделки. То есть, убыточная сделка, это как будто какая-то катастрофа. То есть, вот я тут, и она просто, у нее тоже синдром отличницы, и она вот выносит себе мозг, вот тут эта убыточная сделка и все остальное. Я звоню и говорю, Ренат, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. У вас, вот многие люди, это поможет. У вас был бизнес, да, есть бизнес. Электричество, работники, машина, бензин, закупка продукции. Это потеря или это расход? Он говорит, ну это расход. Я говорю, а почему ты думаешь, что стоп, что стоп? Это потеря, а не расход. Ты же путем того, что ты получаешь стопы, зарабатываешь прибыль. Но твоя прибыль, она всегда больше, чем твой стоп. Вот математика. И она говорит, Александр Иванович, знаете, я вот первый раз, вот я поняла, почему, потому что она относилась к убытку, как к чему-то неправильно. Я получила убыток, значит, все плохо. Я заработала прибыль, значит, все хорошо, что абсолютно не так. Потому что бывает такое, что трейдер может зайти три раза в одну и ту же сделку, три раза получить убыток, но если остается соотношение риск-прибыль, в ней можно оставаться. Ну, вот я всегда привожу одну и ту же историю, там, про подкидывание монетки, ее уже все знают. То есть, один раз подкинул, если я проиграю, я плачу 3 доллара, если я выиграю, мне, допустим, дашь 1 доллар. Все соглашаются на такую, но когда касается трейдинга, почему-то никто не учитывает. Зашли, один раз, два раза стоп получили, все, значит, сделка неправильная. То есть, ну, конечно же, эта система, особенно если учесть такое количество, получается, 4 года, это, ну, там, полторы тысячи дней и всего 9 дней убыточных. Конечно, это круто. Я не забываю, я в день мог торговать полторы тысячи сделок за день. От 300 до полутора тысячи. То есть, у меня самый большой день был, естественно, я торговал корзину, то есть, энное количество акций одновременно. У меня было полторы тысячи сделок за день. Если брать, вот, ну, многие там слышали, все-таки немножко мы сейчас коснемся трейдинга самого. В основном, я так понимаю, это дневки, да? Нет, в начале, в самом начале это был интродэй. Ну, то есть, 3 часа, 4 часа, час. И 2 минуты, и 5 минут тоже. И скальпинг, по сути, уже. Импульс. Импульс. Я никогда не пытался скальпировать вообще. Я человек, который вот изначально начинал торговать уровни, просто в разной интерпретации. То есть, самое главное было, это те места, по-простому, в которых выходят засаженные. То есть, то, чего я учу трейдер, потому что очень часто люди говорят, мы посмотрели ваш вебинар, и вот этот паттерн вы торгуете. Я не торгую паттерны. Паттерн – это просто точка входа. Я торгую понимание рынка, то есть, пойдет ли рынок в лонг или пойдет ли рынок в шорт. Например, у нас на каждом семинаре один день торгов, вернее, один день – это реальные торги. Притом, мы сначала делаем домашку, мы прописываем полностью домашнее задание, то есть, мы никогда с рынка не торгуем. То есть, мы заранее знаем, что мы будем торговать. И я всегда людям говорю, вы на этот день обращайте меньше всего внимания, потому что будет герчик торговать. Ну, и у нас получается от 70 до 85% положительных сделок. Например, у нас в пятницу был день реальных торгов, и у нас получилось 75% положительных сделок, и соотношение риск-прибыль 12 к 1 получалось. То есть, были некоторые акции, которые выстреливали, мы даже не успели бегать. Люди не понимают одну вещь, что для того, чтобы по-простому к чему-то дойти, к этому, надо перелопатить огромное количество информации, например. Смешная история. Люди всегда хотят посмотреть, да, как герчик торгует. Значит, у нас в этом году был первый выездной летний семинар, второй, в Турции. Значит, заявленная программа «Три домашки, три торговых дня». То есть, мы сначала делаем домашку, потом торговый день. На второй торговый день люди говорят, хватит торговых дней. Почему? Было сделано 26 сделок, 20 сделок плюс, 4 убыток и 2 без убытка. И люди понимают одну вещь, что до этого нужно дойти, и вот этот третий день, он им не даст никакого-то... Они говорят, Александр Михайлович, а что бы вы нам на этот день посоветовали? Я говорю, давайте лучше будем разбирать акции, чем мы будем делать сделки. Потому что я делаю их автоматически, а вы еще не готовы делать их автоматически. Вот это основная задача. То есть, при подготовке трейдера основное занятие – это сценарий. Подготовка трейдера к рабочему дню. Это 99%. И опять же, возвращаясь все к тому, что трейдер должен быть механическим. Так вот, я начал разговорить о том, что я начал читать книжки уже когда состоялся как трейдер. Так вот, когда я читал книжку «Путь черепашек», там мне было основное не как их отбирали, а почему они не состоялись. Хотя они заработали Ричард Денису 200 миллионов долларов. В 80-х годах колоссальная сумма, там по сегодняшним ценам – это десятки миллиардов долларов. И он их очень сильно разочаровал. То есть, была очень простая система. Кто торгует системой «Черепашек СУ», там все предельно просто. Там пересечение определенных скользящих, там в какой-то из плоскостей. Просадки могли достигать до 35%. Но он сказал, ребята, вы не переживайте, мы торгуем фьючерсный рынок. Фьючерсный рынок цикличный, то есть фьючерсы не могут стоить ноль, какао не может стоить ноль, сахар не может стоить ноль, там свинина не может стоить ноль. И в какой-то момент вы все равно вырулите, если будет нормальная диверсификация. Что началось потом? Потом люди начинают заниматься самодеятельностью. Люди приходят к нему и говорят, потому что им недостаточно то, что есть система. Они считают, что нужно что-то привнести свое. Вот это то, что убивает людей. Они приходят с этой системной сделкой и говорят, а давайте вот тут два. Он говорит, не давайте. Поэтому в начале, когда к нему приходили трейдеры, и был вопрос такой, что такое идеальный трейдер? Он сказал, трейдер должен быть адекватным и работоспособным. Адекватным – это человек должен правильно воспринимать информацию, а работоспособность – человек должен работать только на тем, на чем надо, а не сидеть по 24 часа в суд. Соблюдение правил, абсолютно верно. То есть, когда он сказал, что это не творческая работа, их очень сильно побило. Вот это то, что по-простому убило большое количество трейдеров. Потому что он им сказал, что работа – это абсолютно не творческая. Ну вот я приводил пример. У меня на индивидуальное обучение пришло два ученика. Один торговал примерно полтора года, а второй просто ноль. Самый начинающий. И тот, и другой получил конкретную систему, дневник трейдера, риск менеджмент, все необходимые инструменты. Один, тот, который был абсолютно с нуля, вот он знал, что ему нужно здесь стоп, здесь тейк. Он другого не знал. Он другого не знал. Он другого не знал. Он зарабатывал. Он зарабатывал стабильно. Тот, который полтора года, у него была еще информация, и он начинал сомневаться. А может здесь не так, а может здесь… Очень тяжело переделывать, поэтому очень часто, очень часто, когда кто-то приходит, например, к какому-то другому тренеру, да, с этим большие проблемы. Потому что каждый тренер закладывает то, что он видит в ученике, особенно когда он берет в начале. А когда уже человек переходит, да, к другому, там уже переадаптируется определенная вещь. Когда у тебя чистая голова, у тебя все шансы. Когда у тебя голова забита, особенно если ты пришел там после убытков, после пересиживания и всего остального, очень тяжело ломать. Очень, вообще просто вот ломать, очень и очень тяжело. Какой вообще приходилось максимальной суммой торговать? До 20 миллионов. До 20 миллионов. Внутри дня торговал десяткой, от 5 до 10. Вот на сегодняшний день, какие счета, те же самые там объемы или они уже увеличены, может быть, как-то? Они, если увеличивается, например, мы разрабатывали и разрабатываем определенного робота, там да. То есть у каждого трейдера, к сожалению, есть планка, которую очень тяжело перешагнуть. То есть я планку там в 50 миллионов перешагнуть не мог. Да, то есть я трейдер там вот до определенной цифры. Потом дальше у меня включается вот этот психологический фактор защиты капитала. А вдруг что-то не то пойдет, да. Когда я иногда вижу вот людей, я видел людей, я сидел с людьми вместе, которые торгуют миллиард, два и три. Это люди с совсем другими психологическими составляющими. Многие из них никогда в жизни даже не интродеем никогда не занимались. Это люди с хатч-фонда, выходцы. Они могут пересиживать просадки. Да, я вот прихожу, я помню, к одному и вижу, он сидит минус 5 миллионов долларов. У меня как бы пот испарина на лбу, я сразу перевожу, там, я очень люблю машины, там, да, у меня Бентли, я начинаю в Бентли переводить. Сколько же это там Бентли, он потерял, да, и все остальное, там, чуть ли не частный самолет и все остальное. А потом я начинаю понимать, что это абсолютно неправильно, для него это там 0,5% от депозита. А я отношусь к этой цифре к абсолютной величине. Ну, относительно, конечно, своего. Это для меня абсолютная величина, для меня это 5 миллионов. Я даже не смотрю, что это всего там 0,5% от его миллиардного депозита, к примеру, да. Я понимаю, что это просто 5 миллионов долларов. И он мне сказал, что ты, если будешь к этому относиться, как к абсолютной величине, ты дальше не сможешь торговать. Ну, здесь, конечно, это все относительно и понятно, когда то же самое у меня, я часто прямо в прямом эфире торгую, показываю свой счет, открываю сделки, ну, там, допустим, 2-3 битка. То есть, ну, я положил специально такой счет, сделал, чтобы люди смотрели, видели, что не просто какой-то там блогер, да, но, наверное, что-то хотя бы понимает. Вот, и когда я говорю, допустим, что не нужно, то есть, многие говорят, ну, блин, это же в количестве большое, как раз та же самая история. Я говорю, нет, вы должны обязательно считать относительно вашего депозита, пересчитывать максимальный процент, то есть, вот, правила одного процента. То есть, я это говорю всем, я знаю, что то же самое есть, ну, много от тебя слышал тоже, именно 1% максимальный риск. Это, я считаю, что если использовать… При крупных депозитах процент риска должен быть меньше. Если один, да, конечно, но если вот применять вот такое правило, мне кажется, ну, даже захотеть, трудно потерять деньги. Да, ну, ты же понимаешь, людям не надо хотеть, они хотят. Ну, такой тогда вопрос. Сейчас вот уже, ну, так называемая крипто-депрессия, немножечко я хотел бы по поводу криптовалют. Это только начало. А? Это только начало. Только начало, да. Вот, в принципе, хотелось бы услышать мнение, что вообще на данный момент, то, что мы с технической стороны видим флет, там, и так далее, будут сейчас, ну, скорее всего, проливы еще вниз для сбора, так сказать, хорошего инструмента снизу. Ну, вообще, в целом, мнение о, там, том же биткоине, там, каких-то топовых альтарх. Проблема, да. Проблема в том, что криптовалюта, когда у человека, например, говорят газированный напиток, кока-кола, хорошая машина, мерседес, там, хорошая авиакомпания, аэрофлот, там, вкусный торт, Москва. То есть, есть определенное понятие у людей, да, по-простому бренда. Так вот, у людей сейчас, когда идет разговор о криптовалюте, у нас есть, по сути дела, два инструмента, которые у всех на слуху. Это эфир, также не рипл и биткоин. К сожалению, нельзя криптомир делить на эти два инструмента, особенно на биткоин, потому что биткоин, скорее всего, в криптомире, в криптомире занимает самое слабое место. Это что-то первое, это что-то новое, это то, зачем, по сути дела, не стоит никаких технологий, в отличие от других инструментов, которые где-то технологические, да, которые где-то применяются. То есть, нельзя криптомир делить на биткоин, рипл, эфир и все остальное. Почему? Потому что есть огромное количество монеток, на которых можно зарабатывать. Почему я и мои студенты, да, у меня тоже есть счет на криптовалюте, и я про крипту рассказываю сугубо по спецзаказу. Потому что, ну, у меня есть вещи, которые я знаю лучше, да, хотя там, в принципе, все остальное применимо. И получается, сейчас я просто расскажу о криптомире, а потом расскажу свое личное мнение. И у меня есть трейдеры, которые торгуют монетки и торгуют очень удачно. И у нас есть трейдеры и 200, и 300 процентов годовых дел, притом на очень приличных суммах. 150, 200, 300, 400 тысяч долларов, да, там, цифра не в 100 долларов. И это люди, которые, по сути дела, относятся как к криптомонеткам, да, там, к альткоинам каким-то, точно так же, как я отношусь к какой-то акции. То есть, нарисовала какой-то, там, технический отбой от уровня, или ложный пробой, или еще что-то. Вот они в нее заходят. Они не смотрят, чем она занимается. И есть другая половина криптомира, которая пытается, там, рассматривать это ICO, в смысле. Люди должны понимать одну вещь. Да, как сам проект. Вам показывают то, что вам хотят показать. И нельзя влюбляться в этот проект, да. То есть, чудес никаких нет. Вдруг никогда этого не существовало, и вдруг какие-то появляются космические проекты, и мы сейчас полетим на Луну, которая никому не нужна. И крипте, крипте. Почему я не был агрессивен к криптовалюте, хотя, в принципе, узнал о ней довольно-таки рано, от одного из своих сотрудников. Там у меня есть сотрудник, Николай был. Ну, мы продолжаем дружить. И он когда-то пришел, говорит, шеф, посмотрите, вот такой-то, такой-то инструмент. Это какой год был? Одиннадцатый или двинадцатый. И он мне приходит, говорит, тот и тот. Я говорю, Коль, понимаешь, я не понимаю одно, как американцы его пропустят. Почему американцы? Потому что американцы по-простому там владеют всем. Они диктуют закон всему миру. Если американцы перекрывают кислород, и они могли наклонить всех, слава богу, не Россию, будем говорить так, что меня очень радует. И Швейцарию, и Кипр, и все, в принципе, остальные страны мира, они очень легко наклоняют. Да? То почему они тут разрешают? И из-за этого, из-за того, что я человекологический, у меня просто сложилось вот это мнение. Я все равно в два раза залез в крипту, и я заработал на ней деньги, но это уже я залезал туда, как в трейд. Я не залезал с точки зрения психологического формата, я залезал, как в трейд. Моя задача была залезть в крипту, как именно в трейд. То есть я видел, как крипта торгуется, когда я увидел, что я вижу какие-то очень сильные уровни, когда я смог просчитать, какой есть спред, когда была большая ликвидность. Вот тогда я залез в крипту. Но мое мнение, к сожалению или к радости, совпадает с мнением, притом я его говорил давно, вот буквально недавно, по-моему, в Сколково выступал Тинькофф и выступал Греф. И их мнение, по сути дела, да, у меня точно такое мнение было еще несколько лет назад, что пока там американцы, ну они называют это типа там какие-то крутые слова, да, пока там федералы американские не разрешат, ну не допустят, что я в принципе абсолютно согласен. Почему? Америка всю жизнь борется с теневой экономикой, с офшорами, с какими-то электронными деньгами, с электронными кошельками и все остальное. Несколько раз Америка сделала амнистию, там, на ввозной капитал и все остальное. И тут вдруг они берут, разрешают инструмент, с помощью которого ты можешь переводить любые суммы денег в любую точку мира абсолютно анонимно. Вот это то, что убило мой логический фактор. И мне было очень тяжело поверить, да, это как водородная машина. Первая там водородная машина, есть же уже транспорт, который там двигается на водороде, пускай это экспериментальный, но он есть. Это то же самое, первое, мы всегда скептически будем относиться. Почему я никогда скептически не относился к электромобилям? Потому что я помню в Советском Союзе, я работал на кондитерской фабрике на Розу-Люксембург, и у нас были электрокары. Поэтому я понял одну вещь, что здесь только вопрос емкости батареи, емкости батареи, электродвигатель и скорость. То есть я понимаю, что это логично. А то, что страна, которая тотально борется, так же самое, как и Китай, тотально борется с теневой экономикой, с офшорами и со всем остальным, вдруг будет это разрешать. Здесь как раз уже включились, и все мы знаем, и про фьючерсы. Фьючерсы, все, что есть, это просто инструмент. С другой стороны, уже все знают эти истории, когда все граждане США, которые были на крипторынке, они были абсолютно спокойно вычислены. И уже, скажем так, спецслужбы США спокойно могут отследить вот эти все электронные кошельки, несмотря на так называемую анонимность. Для любых спецслужб, для любых спецслужб, это детский лепет на лужайке. Люди немножко недооценивают людей, которые работают. Там даже те энкодеры, которые пишут коды и все остальное. Это наимнейшие люди. И когда человек думает, что его никто не найдет, или его никто не отследит, там сидят наимнейшие люди, и не надо это недооценить. Одно маленькое но. Мы говорим о глобальном разрешении. То, что действительно люди могут вычислить, кто покупал эти крипты и все остальное, это не проблема. Проблема в том, что пока одна из самых больших экономик в мире, а на сегодняшний день две самые большие экономики, это китайцы и американцы, самые большие противники. То есть на сегодняшний день все-таки есть мнение, чем закончится вот это разрешение, скажем так? Когда я вижу в Америке, что очень часто переносятся разговоры об этом, там на 2019 год, обычно это не очень хорошая новость. но, чего я не увидел, это тотального запрета. Да? То есть я не увидел тотального запрета. Если бы я увидел тотальный запрет, тогда да. Но, я всегда себе задаю вопрос, для чего это нужно? Да? Вот человеку задать вопрос. Вот давайте я задам вопрос. Для чего нужен биткоин? Ну, биткоин, его здесь уже невозможно сказать, для чего он нужен. Он создан, да, он есть. Его, так сказать, тот самый, для чего он нужен. Сатоши Накамото, который никому не известен, может быть, это и вообще не он. Вася Петров это может быть тоже. Да. Это способ уйти от контроля. То есть децентрализация. Естественно, поэтому вопрос один, для чего он нужен? Ответ один, электронный перевод денег, неконтролируемый. Электронный перевод денег, неконтролируемый, не нужен никому, включая Россию. Он не нужен никому. Это абсолютно нормальная борьба с теневой экономикой. Да? Ну, как обычно. Если бы, если бы, по-простому, я хотел бы заниматься криптовалютой, да, я прекрасно понимаю, подо что я попаду. И это для меня и было секретом, как государство, любое государство, нормальное, оно всегда борется с этими вещами. Я, естественно, бы боролся так же, потому что, основной доход государства один, а это налоги. То есть, поэтому я прекрасно понимаю страны, те страны мира, да, которые борются с этим. И я прекрасно понимаю страны мира, там, такие, как Мальта, такие, как Филиппины, которые пытаются разлить. Почему? Им по-простому, абсолютно по барабану. Их задача заключается в следующем. Это привлечь деньги в свою страну, потому что туда никто не идет, они никому не нужны, да? Как Мальта создала когда-то там пул лицензии, да, они говорят, о, пожалуйста, мы же Европа. И все ринулись в Мальту получать мальтийскую лицензию. А по поводу, например, того же Рипла, который, ну, все знают, что этот проект... Это больше технология. Тут немножко... Чисто американские. Тут немножко другое. Это технологический фактор. Ты знаешь, я тебе скажу честно, я иногда не удивляюсь, что за этим могут стоять и американцы. Вопрос один всегда. Я себе задаю, для чего? И не всегда у меня есть на это ответ. Я... У меня есть один большой плюс. Я ко всему, все, что я торгую, относюсь с точки зрения торгового инструмента. Не более того. Абсолютно не более того. Ну, вот, хотел... Это так же самое, знаешь, как, извини, что перебиваю тебя. Это когда люди говорят, все там, телеграмм. Там все... Когда кому-то нужно будет взломать телеграмм, никаких преград не будет. Да, здоров, ключи. Да, здоров, ключи. Если кому-то надо, они и телеграмм будет, и две телеграммы. Знаешь, есть смешной анекдот еврейский, когда умирает старый еврей, собрался и говорит, так, слушайте внимательно, я когда умру, никаких проводов не надо, ничего не надо. Они говорят, изи, надо повестить родственников. Так, значит, вы когда пойдете писать телеграмму, там же за каждое слово, за каждую букву нужно писать. Ну, сидят все семьи, думают, что писать, что писать. Короче, придумали. Пишут всем телеграмму, рассылают. Изя, все. Первый ответ, который приходит, ой. Здесь, здесь вопрос один. Я отношусь ко всем этим инструментам, как к торгуемым инструментам, в то время прекрасно понимаю, что не одно. Знаешь, что получается? Сейчас у нас все замешали, все пошло в замес. Биткоин, блокчейн, это приблизительно небо и земля. Блокчейн это технология, а биткоин это просто инструмент, да, какой-то монетарный инструмент. Как купонные деньги. Дали купонные деньги, иди, отоваривай свой купон. И пока я не увижу, что это зарегулирует, для меня это пустота. Самая настоящая. В каком плане пустота? Я не буду относиться к биткоину с какой-то любовью. Я буду относиться к биткоину как к торгуемому инструменту. Там, у него есть уровень 5900, образно. Вот уровень 5900 будет пробит, я его зашарчу и буду ожидать, да. Дальше я, естественно, включу какой-то фундаментал, который говорит о том, что если биткоин, как говорят многие, это пройдет 6000, то маленькие майнеры начнут банкротиться, а 4500, а у некоторых китайцев там и 3700, и 3800, у которых очень дешевого электричества. Всегда должен найтись тот, кто это поддерживает. Криптоэнтузиасты, кто криптоэнтузиасты? Те, которые заработали на крипте. Когда он рос. Да, когда он рос, кто-то купил. Есть люди, которые поверили, честно, все, что я могу сделать, это просто склонить свою голову перед этими людьми. То есть, увидеть просто такую возможность в пустоте, понять, что это действительно будет. у меня есть родственник, я рассказывал об этом. Он в свое время купил, когда биткоин стоил 250 долларов, он пошел, он не бедный человек, на 10 тысяч долларов купил. Все, получилось 400 битков. Соответственно, вот он, когда был 20 тысяч, он не продал, ни когда было 5, ни когда было 10, ни когда было 20. они у него до сих пор есть, он говорит, я подожду еще. Вот это я понимаю. Он сейчас делает по-простому 30 концов. Да, то есть, конечно, здесь нужно определиться, либо ты трейдер, либо ты инвестор. он все равно, я тебе гарантирую, что он не понимает, что это такое. Он, он, скажем так, только начал разбираться. Он просто их, как сейчас модно говорить, холдинг и все. Вот вопрос, вопрос, который, например, я наверняка ты ему задал, там, как его зовут, не принципиально. Ты что с ним дальше будешь делать? Нет, он говорит, я подожду еще, когда он побольше вырастет. Все, это ответ. Дальше возникает вопрос, почему он должен стоить больше? Это уже, да, вопрос такой, воздух, скажем так. почему должна расти или падать номинальная цена биткоина? Вот то, что мы сейчас имеем, это номинал. 6 тысяч, 6500, 12, 30, 80, это номинал. Почему она должна расти? Вот этот вопрос я задаю всем. И никто не может на него ответить. Почему почему номинал, почему номинал биткоина растет, должен быть 10 тысяч? Вот один вопрос. Почему номинал биткоина должен стоить 10 тысяч или 20 тысяч или 30 тысяч? Из чего складывается вот эта цифра? Никто не может ответить. Хорошо. Ну, вот, хотелось бы еще все-таки в завершении нашего разговора такие вот напутственные слова. все-таки у нас уже не просто начинающие трейдеры, то есть большинство, кто сейчас нас смотрит, уже люди, которые обожглись, уже люди, которые побывали и в просадках, и в минусах. Да, вот буквально там пару слов, что, какой может быть совет сейчас в текущей ситуации, в принципе, мы сейчас даже не говорим про саму криптовалюту, а именно как трейдеру, что вот, что лучше делать? Первый, человек изначально должен торговать под риск-менеджмент, изначально. Либо это сторонний риск-менеджмент может быть, неважно, на каком рынке человек торгует. Есть огромное количество на сегодняшний день умельцев, которые могут тебе просто там написать программулечку, которая тебя обрезает твои убытки, которая не дает тебе зайти больше, чем три раза. Я расскажу тебе очень интересную историю, надеюсь, этот трейдер будет нас смотреть и смеяться. Зовут его Евгений, и он говорит, я когда-то, много лет назад, когда писал первого робота, я написал себе программу риск-менеджмента. Потом, чтобы отключить, я написал нового робота, который отключает старого. Вот это конкретно. То есть, человек думает, что он сильнее себя, а мы всегда слабее себя. На самом деле. То есть, я вот сколько лет торгую, у меня даже там, где я управляю активами, у меня стоит риск-менеджмент. Вдруг я завтра встану с плохим настроением, вдруг мне кто-то его испортит. Вдруг мне ударят машину, что бывает постоянно. Вдруг у меня, да, да, вот, пять дней назад. Просто, просто, буквально недавно, машина стоит на парковке, и ударяют. Никто не знает. Настроение, ты не хочешь, не радуйся, ударили машину, ничего страшного. Ну, неприятно, ударенная машина, поцарапали, да, и ты не знаешь, как ты себя поведешь? Может, утром уровень эндорфинов зашкаливает, и ты скажешь, ерунда, или наоборот, скажешь, ужас. И как оно отразится на тебе, когда ты придешь торговать? Ты никогда не знаешь. Тот человек, который он говорит, что знает, какие у него будут эмоции в той или иной ситуации, это человек, который врет себе. Бывает такое, что ты идешь на улице, тебе нахамят, ты придешь мимо, потому что если тебе было в хорошем настроении, тебе все было классно, ты скажешь, ребята, ерунда. А бывает такое, что ты просто возьмешь и дашь сразу там в черепную коробку, абсолютно не задумываясь. То есть, как и в какой ситуации человек и как он отреагирует на какой-то позыв, никто никогда не знает. Поэтому, для того, чтобы уйти от человеческого фактора, я вспоминаю всегда слова моего золотого босса. Он сказал одну фразу. Саша, я никогда не могу контролировать, сколько ты заработаешь. Но я всегда буду контролировать, сколько ты потеряешь. Все. И я от этого всегда иду. Поставьте себе программулечку, напишите себе программулечку. Это ничего супер тяжелого в этом нету. Я даже больше тебе скажу, что первые три месяца у людей ломка. Как так? Кто-то их контролирует. Это же мои деньги. Это моя сделка. Это я сам себе сказал, кто ты такой робот, чтобы контролировать меня супер бога. А если ты еще до этого заработал деньги, все. И у меня есть люди, из трейдера, которые сами говорят, что они по шесть месяцев себя переламывают, для того, чтобы не выключать вот этого робота, который тебя закрывает. Реально. То есть, у меня же довольно-таки крупное количество студентов. И всегда, например, почему, как минимум, существовали бизнесы, которые не вылетали в торгу, потому что был просто тотальный контроль. Все. Есть системка. Она не понимает, хорошо, плохо, правильно. Я так сегодня хорошо отторговал. Результат. Цифра. Да. Ой, я сегодня восемь сделок сделал. Первые три были в убыток, но я решил потом еще поторговать немножко. А что если восемь убытков подряд были? У меня недавно один из студентов по совместительству мой товарищ, у него прям лист такой, пятьдесят, пятьдесят, одна галочка в чекпоинт. Он говорит, я за день 17 правил нарушил из пятидесяти отдал. Пятьдесят один. Я говорю, пятьдесят один, это, конечно, ты многовато набрал, но 17 это тоже. То есть тут не надо много, а один. Одно правило. Поэтому для того, чтобы просто не нарушать правила, надо поставить себе систему риск-менеджмент автоматическую. У меня форекс-брокер, я в Герчкин Ко, абсолютно там посмеются люди не на правах рекламы. Мы поставили риск-менеджмент. Я думал, что будет сто процентов людей пользоваться этим. Человек все равно думает, что он сильнее себя. Не, пользуется. Пользуется. Люди очень все равно довольны, все, говорят, спасибо там. Но в какой-то момент человек думает, я отключу вдруг. Представляешь, иногда бывает, что тебе там, ты знаешь, по-любому, тик-тик выбит. Два пункта. Два пункта. Бывает такое, что вот, где трейдер говорит, вот у меня там по нефти просто тик-тик, там 85-13, меня выбило и после этого улетел. И все, и у человека вот этот мандраж начинается, что его преследуют, да. И он начинает отключать себе риск-менеджмент. И это накрывает волной. Ну, в общем-то, конечно, всегда риск-менеджмент был, это основной проблемой, потому что риск-менеджмент это не те, не просто цифры, а это вот как раз борьба с самим собой, психология, то есть и контроль именно с самим собой. И, наверное, самая, самая неудачная эмоция, это для трейдера, это жадность и страх, это все уже давно знают, а в риск-менеджменте это страх потерять и жадность недозаработать. Все, вот эти два качества. Мы с самого начала с тобой, помнишь, начали разговор, который начинался с одной фразы? Это то, что люди, которые только начинают, они другого не знают. Поэтому вот как минимум совет тем, кто только начинает. поставьте себе его изначально. Вот я, я не представляю себе, как торговать без риск-менеджмента, потому что я просто вот, я другого не знаю. Я пришел в фирму, первое, что мне сделали, сказали, у тебя риск на день 20 долларов. Я заработал, я пришел, мне хозяин говорит, в следующую неделю у тебя риск на день 30 долларов. Потом было 1000, потом было 25 тысяч, и я конкретно знал риск на день. Все, что у меня было, он говорит, слушай, это твои деньги, ты можешь с ними делать все, что хочешь. Хочешь, запали за одну сделку, хочешь за 300 сделок, запали за 500, и я всегда торговал от риска. Но, я утром приходил, у меня светилось в окошечке, у нас в программе было максимальный убыток на день, который выставлял хозяин, а не выставлял я. Самое интересное, что в 2003 году, когда я остался владельцем дейтрейдинговой фирмы, у меня все равно стоял риск-менеджмент. Даже у меня, и то, что я был хозяин, и то, что я был супер-крутой трейдер. Хорошо, ну, огромное спасибо просто за такие советы, огромное спасибо за уделенное время, остается только поблагодарить, я думаю, все наши слушатели получили огромное удовольствие. Самое главное, что помимо удовольствия эти люди увидели, и самое главное, услышали свои ошибки. А со своей стороны хочу лично поблагодарить и пожелать всяческих спасибо. Спасибо.